Привет, друзья! Сегодня у меня задача из обычной школьной домашки, но похоже не очень обычная, да, какая-то задача, наверное, со звездочкой. В общем, мне прислал ее один из моих юных подписчиков и попросил помочь ему с решением, чем я с удовольствием и займусь. Итак, мы видим с вами x9 плюс x6 равно 36. Это ни разу не квадратное уравнение. И даже если мы с вами сейчас возьмем и заменим x3 на t, то мы все равно квадратное уравнение не получим. Мы получим t в кубе плюс t в квадрате, ну и 36 сразу перенесем влево, получим вот такую вот дребедень. И что с ней делать, вроде бы непонятно, в школе этому не учили. Но давайте не будем паниковать и представим вот этот вот наш t квадрат как минус 3t квадрат плюс 4t квадрат. В сумме-то получится t квадрат, да? Но нам так будет проще решать, потому что из вот этих вот двух слагаемых мы вынесем с вами за скобочку t в квадрате и тогда получим t минус 3. А из вот этих двух слагаемых мы вынесем за скобочку 4 и получим t в квадрате минус 9. И все это равно нулю. Но мы-то с вами понимаем, да, что t в квадрате минус 9 это то же самое, что и t в квадрате минус 3 в квадрате, потому что 3 в квадрате это 9. А это уже формула разность квадратов. Поэтому мы можем расписать ее вот так вот. t минус 3 на t плюс 3. И все это равно нулю. И теперь мы видим, что у нас есть общий множитель t минус 3. Давайте вынесем его за скобочки t минус 3. Тогда у нас в скобочках с вами останется от первого слагаемого t квадрат, а от второго 4 на вот эту скобочку. Но сразу ее раскроем. 4t будет плюс 12. Теперь мы видим с вами произведение двух множителей, слава богу, да. А значит, в каком случае они равны нулю? Если либо этот, либо этот равен нулю, либо они оба равны нулю. Ну и давайте с вами прикинем, что если у нас t минус 3 равно нулю. В этом случае у нас t равно 3. Ну а так как t это x в кубе, значит, x равен кубическому корню из 3. И это один из наших ответов. Ну а теперь давайте подумаем, что же у нас, если вот эта штука равна нулю. t квадрат плюс 4t плюс 12 равно нулю. Находим дискриминант. И понимаем, что он у нас отрицательный. Потому что 4 на 12 это 48, а 16 минус 48 это что-то отрицательное. А следовательно, тут у нас решений нет. И значит, второго и третьего корня у нас не будет. Будет только один ответ. x равен кубическому корню из 3. Вот такая вот задача. Вроде бы простая, но в то же время вызывает у школьников сложности. Поэтому ставим лайк, если было понятно. Подписываемся на канал. Напоминаю, что в моем телеграм-канале этому не учат в школе. Я записываю бесплатный курс по подготовке к ОГЭ. Дроби мы уже прошли. Координатные прямые и неравенства мы уже прошли. И идем с вами дальше. Если готовитесь к ОГЭ, самое время подписаться. Ищите ссылку в описании этого канала. Или просто вбивайте в телеграме. Этому не учат в школе. На этом у меня все, друзья. Пока. До новых интересных задач. Субтитры сделал DimaTorzok